В этом ролике пердаки обиженных я разорву в пыль, просто в пыль! Если вы затягиваете с принятием решения, значит вы приняли решение оставить всё по-старому. Я Евгений Гусин, ОУКБ. БАМ! Семь утра, прогреваю, морозик сегодня небольшой, сейчас едем на загрузочку и по струячим. Рейс предстоит интересный, с пятого по седьмое. Будем всё считать, сколько у нас уйдёт на заправку, на все прочее и подсчитаем, сколько мы за это заработаем чистыми. Едем по 12 рублей километр, 2000 топ погрузка, 1000 простой и газ мой. Приятного просмотра! Большое спасибо Серёге Савину за 501 рубль с пометкой на витаминчики. Серёга, большое тебе спасибо! Будь здоров! Надеюсь, тебе Габа помогает тоже. 8.08.09 загрузился. Ну да, как и обещали, 30 килограмм. Так, в общем, сначала вот после этой уникальной консольки не горела вообще панель. Сейчас она загорелась, но вместе с панелью загорелся ячек. Очень удивительная машина. В общем, сейчас заеду на заправку. Тут у нас она самая дешёвая. По 25.40. Сейчас посмотрим, может подешевела. И будем прокладывать маршрут. Ехать мне в деревню Борлиан, область. Но, возможно, сейчас посмотрю то, что говорили, что через 107 лучше. Не знаю, сейчас посмотрю, где быстрее там и поеду. То, что завтра утром надо там это выгрузить, другой загрузить и привезти обратно сюда послезавтра. Заправился до полного на 3.280 всего лишь. Это вот после Москвы, прошлый рейс, когда я ездил, на 4.000 заправлялся. Прошёл 500 километров по пробкам. Там 18, ну вы смотрели. И вот ещё уже проехал 80 километров на них. Там по сервисам, по фейервисам, до Луховиц. И вот сейчас заправился на 3.280. Вообще, блин, отчинили как газ. Вообще выгодные. Когда пустая едет практически как дизель, так ещё и, блин, в 5 раз экономней, чем на солярке. Супер! Я сейчас тут вот что ещё подумал. Хорошо, если это всё так. Потому что иногда же бывает на заправках слабенькое давление, и типа что они просто так скачали. Ну, мне, блин, область, деревня Бор. Кимиши там. Что-то типа того. 800 километров. По идее, я туда должен ехать и забыть про заправку. Только завтра уже на обратном пути заправиться. Посмотрим, если так, блин, вообще хвалю, хвалю. И вот смотрю всю дорогу. Потому что дед мне говорил что-то, что через по 107 ехай. Но я помню, я тогда на газоне там ехал, весь оплевался. А, ураган тогда был, то деревья падали. И там вот эти петля где-то туда-сюда. И посмотрел по карте. Там получается на 50 километров дальше. Но это фиг бы с ним, да? Но еще и на целый час дольше. Получается, мне сейчас тогда через Москву по Амкаду проще. Там только сейчас Октябрьский мирный отстоять. А Амкад вроде зеленый. Пока что. Но сейчас буду приближаться. Будем смотреть. Пока все нормально. 8.30. Струячим. Броницы. Посмотрел там уже, прибавилось 14 часов пути по Амкаду. И решил поехать через Ногинск электросталь. По километражу дальше всего лишь на 30 километров. Но блин, два часа там стоять в пробках. Ну их нафиг. Без 20.10. Утром ел легкий супчик. Пол седьмого. Геннер с молочком. Сейчас вот подпитаюсь. И пару часов буду ехать припеваючи. За вас. Ну, электросталь на Ахинск. В принципе, прошел неплохо. Даже можно сказать хорошо. Только единственное, что тут надо повнимательнее. Потому что везде 40 знак. Можно штрафов нахватать. Но я вроде бздил. Убдил. Все нормально. Вот тоже преимущество на газельке. Едешь себе спокойно. А на грузовой тут уже все. Каюк. Охренеть. Проехал всего 100 километров. Газ отказал. И что делать? Хер знает, что делать. Газ отказал. Редуктор теплый. Тут все на месте. Еще пошерудил. Хрен знает все. Ничего нигде не сифонит. Тьфу, блин. Опять как чушка. Ну, ничего. Все только не пробовал. Все перезагрузил. О, переключился хотя бы уже. То пультик вообще не работал. И заглох. А на газу даже не заводится. Вот сейчас это у нас что? Чек зато потух. Вот сейчас что это у нас? Переключается на газ. И глохнет. Ну, полный, блин, заправил. Все, я прошел только 130 километров от заправки. На 3-300, блин. Все, температура. Вот, все, вот, вот, работай. Вот, включай на газ. Все. Капец. Идет страшная гонь газа. Вот. Слышите, шипит. Не пойму где. Не пойму где. Ну, прям сильное шипение идет. Вот на бензине сейчас. На бензине завел. Шипение нет. Сейчас принудительно включу газ. Вот, щелкнуло. Все. Машина заглохла сразу, моментально. Я не могу понять, где шипит. Сейчас попробую все раз. Что, дали распоряжение ехать пока на бензине. А там, говорит, попробуй на ходу его включить. Может, включиться. Ну, что, только не пробовал. Клемы снимал. Типа, что-то бросит. Может, какая ошибка. Так, видите, шланги. Ну, никаких трещин я не увидел. Один там только, блин, чуть-чуть был вылетен. Но я все вставил. Все как это. Тухо. Шипение пропало. Но все равно он его не включает. Ну, говорит, километров сто проехай. А потом попробуй на ходу включить. Я говорю, что делать? Хер его знает. Говорит, блин, надо что-то смотреть. Смотрим. Блин, машины никто не знает в том-то дело. Если бы взяли и там, что бы хозяин там знал, говорила. А они тоже, они после того, как она сгорела, там где-то взорвалась. В аварии ее потом собрали где-то. И она стояла, и на ней больше никто не ездил. Куда-то попробовали съездить. Оттуда ее притащили на буксире, и она стояла. И вот сейчас можно сказать, мы испытываем ее в который раз. А что еще сделать? Ну, напишите, если вы знаете, что можно с пропаном сделать. Шланги целы, провода все пошерудены целы. Но его включаешь и капсдос. Вот сейчас включу, смотрите. Я сейчас попробую включить. О, включил. Вот. Нет. Нет. Ни в какую. Быка, быка. Че-то, блин, какой-нибудь, может, там, я не знаю. Я не знаю просто. Может, там датчик, может, там хератчик. Сейчас просто человек пойдет туда-сюда. Ты вообще взорвешься нахрен. Это как на пороховой бочке. Газовые машины, это капсула смерти. Только в период. Включил газ. Ну и сразу глохнет. Пойдем еще посмотрим трубки. Подлезть плохо, там же не видно. Ну так целы, с виду. Все. Девушки отдыхают. А. Продолжение следует. Продолжение следует. А. Немного. Визуально ничего не видно. Тут вот пытается протереться. Но он еще целый. Не знаю, где-то, что тут, где смотреться. Визуально все целое. Ты говоришь, кожный кошелечек. Десяточка штрафов. Вот так, друзья, передряги, как заказывали. Десятку хреном сдуло. Он говорит, если простой ДПС, то да. А у них тут там их 5 машин, газели, будки. Я говорю, и что, надо было сказать, что я пустой еду. У меня, говорю, маленький дипломатик, ящик. У нас тут все здесь с дронами, со всей фигней. Мы шмонаем все машины. У тебя коммерческая, блин, перевозка, путевки, херовки. И типа штраф там по тридцатке. Шестьдесят косарей минимум. С начальника. И тебе пятьсот рублей. Пришлось десятку отдать. А вы говорите. Все, был мощный хлопок. И все заглохло вообще. На бензине даже. Тяги нет. Все потухло. Все заглохло. Кабсдосья. Это капсдосья. Сейчас попробую завести. Не понял. Визуально ничего там вообще не увидел. Но был такой хлопок, как в прошлый раз. В башки рит. Бух. И все потухло. Может остатки газа. Не знаю, еще попробую чуть ехать. Там вон светофоры, мост. Просто если сейчас там встать, то будет печально. Вот делюсь с вами наблюдениями. После того, как я переключал на газ, потом опять на бензин. Был вот этот мощный хлопок, как в тот раз. И все потухло. Вот. Потом. Ну вот я там постоял, полазил, поковырялся. Хер его знает, что я там ковырял. И уже включился на бензине. И еду на бензине. И сейчас она на бензине стала идти идеально. А до того, как хлопнуть, она на бензине тоже в пол обсера, короче. Тоже ее еле-еле, будто бы кто-то тянул, как будто смежный газ бензин был. Хотя показывал по датчику, что бензин. Блин, не знаю. Но начальник сказал, блин, заправляй бензин и струяч. А уже там будем решать то, что... Ну, я им тоже и видео отправил, и всю ситуацию туда. У них там целый совет. Они тоже хер его знают. Говорят, сланг есть целый, и это целое. О чем может быть? Ну, никто не знает. Если тогда писали, что там перемерзло что-то еще, сапун, херун, то сейчас нечему там перемерзать, потому что на улице плюс. Гейнер пил в 9.40, сейчас в 12.40. То есть 3 часа продержался на гейнере. Рейс волнительный, и при том я спешу. Как бы утром надо там быть. Мне еще 670 километров 10 часов, если что-нибудь новое не случится. Бананом чуть подпитаться надо. Вчера хорошо потренировался. Грудь прям так чувствую. Прям хочется ее мацать и мацать. 14.08. Еще 580 километров. 9 часов пути. Но нужно что-то перекусить. Рыбная котлетка. Соус туда плюхнул. Сметанной, с грибами. Это тот соус, который перемерз. Клинский район. Перемерз еще в Башкирии, когда в минус 42. Но от этого он стал только вкуснее. Потому что и полезнее. Вот как едят строганину, рыбу. Ее же очень сильно морозят. И все бактерии умирают. Поэтому этот соус теперь безбактериальный и очень полезный. Вот. Рыбная котлетка. Просер будет страшный. А котлетка вполне ничего себе. Рыбная. Деревнями, степями, долами. Стрелка полегает на панцирь. 11 километров. По карте посмотрел. Есть заправка. И то чуть в обратную сторону. О, передряги. Фу, блин, дотянул. Сейчас должна быть заправка. Но это я в другое направление, в сторону Москвы. Но хер с ним вертану. Потому что стрелка прям вообще лежала. Сейчас, блин, я не знаю. Рейс пока идет в полном крахе, в полной убытке. Бензин 50 на 50. Вот он дешевле 50. Сколько? Вот. 50-90. По 50-90. Одеваться некуда совершенно. Сейчас потом там в Твери вроде есть газовщики. Сейчас посмотрю, если успею. Попытаюсь к ним приехать. Может быть, наладят газ мне. Но сначала заправимся. Что, стрелку положил. На 3,593, кстати. Ну, сейчас попробую. Может, что-нибудь тут изменилось. Температура 40. Ничего не изменилось. Заглохло, как должны. Так, ну, в общем, узнал я про сервис какой-то. Рабадан там, да газ. Посмотрел, он до 7 работает. Но у меня полтора часа, полпятого туда смогу заехать в Твери. На Коминтерно. Сейчас пока еду в сторону Москвы с заправки. Сейчас вот через 10 километров крутанусь. И попрем на Тверь. Хорошо бы починил, чтобы он там газ. Ну, не знаю, подключится, он сказал это. С этими газами это одни проблемы. Там вот сейчас на метане тоже машина пришла. Паша приехал. Метан у него отказал нафиг тоже. Тут пропан отказал. Хрен его знает. Говорит, может быть, из-за то мороз, то тепло, из-за каких-нибудь перепадов. Не знаю, не знаю. Полчетвертого пообедаем вкуснейшими домашними пелемешками. И ехать уже поприятнее. Удобная штука в дороге. Рекомендую. Так, ну что, вот я и в Твери даже придумал поговорку. Харчимеры метнул на дверь и приехал в Тверь. Ищу, где тут этот сервис. Где-то здесь. Это, блин, какие-то промзоны. А, вон, газ пропан. Там и заправка, и, короче, ремонтировать должны. Ну, хер знает, что там, я на ремонтирую. Сейчас посмотрим. Харчи метнем, если что. На дверь. И поедем в Тверь. Так, ну и чего? Ну, вот тут газ, где здесь? Алло, здравствуйте. Вам звонили насчет пропаны здесь, посмотреть. А, вы подъехали? Я подъехал, вот где заправка. А, вижу, вижу. Все, сейчас заеду. Ага. Давай, точно, сведу. Вот так и настройка делается. Ну? В настройках была галочка, что форсунки бензиновые управляются плюсом. Галочку убираешь, время впрыска становится нормальным. Опять галочку... С этой галочкой, в общем, время впрыска 33 миллисекунды. Включаешь газ, она сразу глохнет. Ну, то есть, получается, плохо настроили там, да? Ну, это может... Нет, если бы они плохо настроили, вы бы оттуда не уехали. Вообще бы не уехал, да, 200 километров. Это, скорее всего, что-то на ходу он у вас глюканул и слетела настройка. Ну, сейчас нормально, да? Сейчас я опять все поправил, все работает сейчас. Сколько времени она так проработает, неизвестно. Если я опять... Вы сейчас определенное количество проедете, и опять что-то слетит, заедете к газовщику, то либо оттуда мне позвоните, чтобы я ему объяснил, какая была до этого проблема. Если я опять то же самое повторюсь, то значит блок управления газовый надо меня. Это само вот эту, да? Да, вот это газовый блок. Альфу. Понял, так, сколько с меня? 500 рублей. Угу, сейчас. Блин, вот за улочки. Видали? Почему, блин? Слетели настройки. Ямы, блин, колдобины ледяные. Настройки слетели. Он мне установил. 500 рублей. Все, возвращаемся обратно. Нам еще шуровать. 480 километров. Показывает, что 7,5 часов езды. О! Вот и все. Вот и все. Вот и прошуровали. Вот и все, господа. Покидаю дверь. Успел без трех минут 5. До час пика свалил. Вот пока на газу, пока струячит. Но, видите, говорит, сбой какой-то произошел. Может, правда, мороз, потом влага. Хер его знает. Говорит, если такая будет, то ведь... Ну, вы сами слышали, что он сказал. Ну, скорее всего, менять эту... Альфу, которая там, коробочка эта, мозги эти. Мне вообще, блин, я хер его знает. Этот газ, это какие-то напасти постоянно. Мне туда не надо. Ну, все. Ну, хоть на газу, но все равно, как на пороховой бочке, уже на подсознании. Ждешь, что сейчас опять будет пау... И все потухнет. Ну, пока едем и едем нормально. Денис Андреевич. Спасибо большое за 111 рублей. Только вперед. Полседьмого. Цигель-цигель. Доедаю пельмиши. Вот чем удобно. То... А это на ходу. Хлобысь-хлобысь. И дальше струя четвертая. Уже смеркается. Смеркается. Остается 310 километров. Время у нас 8-й час. У меня кончилась вода. Но, надеюсь, за 2 часа мне попадется продуктовый, чтобы купить водички. Одной головной болью меньше. Начальник вернул штраф. 10500 и... Ну, точнее, 10500 вернул этому вызовщику. Ну, газ пока работает. Что тут? Валдай 49. Надеюсь, Валдай будет магазин. Моя лезда. Моя лезда. Моя лезда. Моя лезда. Не там закрыты двери. Сердце босека. Сердце босека. А я... Кстати, тут пока вот струячу. Я придумал, как эту машину зовут. У всех же наших машин были имена. И ее зовут Гондола. Я как будто бы не еду. У меня вот так сейчас начало казаться. Оплыву на Гондоле. Хорошая, хорошая. Дает нам контент. Бердаки разрывает знатно. Знатно обиженка прыгает в заднице. Вот, ребята, что я увидел. Дорога, конечно, дряни. Объездная Великого Новгорода. Это просто глаза отвалятся. Но моя любимая пятерочка. До 11. Время уже 6 минут 11. Сейчас мы тут купим питья. Хренушки. Обман. В этом... На карте написано до 11. А там оказывается до 10. Жопа, жопошная. Едем дальше. Ну, зато я им там нассал возле пятерочки. Чтоб не повадно было. На 105 рублей купил воды. И... Я такой на тренировку покупаю за 30. В три раза, блин, цены. Суки. 61 километр осталось. Час езды. Фу, блин. Время уже 11. Спать мне надо. О, 42 километра. Мои кириши. Ухожу с основной. Туда пошла на Тосно, на Питер. Посмотрим, что тут за дорога. Походу, тьма Таракань. Судя по началу. У меня лампочка одна, что ли, только светит. Походу, да. Этот двигатель оборотистый. Его нужно крутить от трех до четырех. Поэтому кто там пишет, что, типа, крутить там нельзя или еще чего-то. Нет, вы просто не знаете этот двигатель. Мне так сказали профессионалы, механики. Да и сам дед сказал. Крути как можно сильнее. Дороха прям какое-то жутколесье. Прям высокие-высокие такие. Худые. Березки. Смежный какой-то. Лес, ну, такой. Кириши, но мне не сами кириши. Мне там от них еще десять километров. Бор. Деревня Бор. Ни разу не было. Такая интересная. Как в фильме. Сейчас привидения должны выходить. Или баба в этой, в ночнушке. В белой. Чтоб голова у ней аж под сраку заворачивалась. Уже еду прям сплю. Последний издох. Ходит до хаты. Бампир волохаты. Педходит до лишка молоху детяты. Рученьки хрум-хрум. Ноженьки хрум-хрум. Вылезли очи. Спокойные ночи. Так. Кириши. Но я должен куда-то уходить. Вот я и приехал. Нормальная тема. Борщевика полно. Можно жопу вытирать смело. Кошмар. Где тут встать? Короче, встал. Тут какие-то машины. Еще не знаю. Вовсе с 7 утра я от Мурдазаев. Пока ехал, печечку включил. Немного. С 7 утра до 12. И сами считайте, сколько там часов. У меня башка не варит. Короче, это кое-какие дела. 900 километров прошел. Сейчас что? Пока ехал, то на ветвях какие-то мерещились тряпичные куклы. Потом то ли глушил какие-то везде предприятия. Блин, меня аж качает. Предприятие зависло все вообще. Ни навигации, ни хрена. Еле нашел эти дебри. А, нет, так не видно. Все, хватит херней маяться. Полез ютиться. Ой, мой дебош. Ютиться. Ох. Ну так, закупорился. Хотя тут так с темень глаз кали. О. Пока приходится вот так вот. Немного ютиться. Но. Блин. Ноги как у мертвеца. Аж побелели все. Немного ютиться. Но. Дед показывал уже чек. Что 16 апреля в Нижнем Новгороде будем ставить. Как говорится, чуть-чуть надо все равно перекусить. Перекуснуть. Совсем молясь. Хлебушек у меня есть. Хлебушек у меня есть. Уже пол дела сделано. Женек, Славок. Гарпан Пердун. Будет у меня в 12 часов ночи. Первый час. Колбаска. Краковская. Раменский Деликотес. Сейчас я ее дегустирую. Завтра уж тогда утром. Завтрак. Покушаем получше. Суп я ел сегодня. Хотя. Многие ученые говорят, что суп это бесполезная еда. Но я с утра поел. Потому что привык. Разрезик. Раменский Деликотес. Витальй Геннадьевич. Николай. Большой вам привет. О! Жизнь-то налаживается. Как ни крути. Добрался. Из любой передряги. Я выбираюсь. Евгений Грилс. Выжить любой ценой. Что-то честь в мудях. Не помру ли я на днях. Раменский. Раменский. Приезжал я сегодня в Раменский. Видел их магазинчики фирменные. Гост. Все по Госту. Хорошо воды еще взял. Также с собой всегда вожу мини-походную аптечку. Уголь. Амепрозол. А это что? Виски. Висмута какая-то. Я даже не знаю, что это такое. Забыл. Некст. Это обезболивающий. А это что? Валидол. А то доведут меня. Без валидола никуда. Вот так. Немного. Помаленьку. Сейчас в общем. Перекусываю. И влюлю. Завтра будет новый день. Будет пища. Так что друзья. Большое вам спасибо. Проявляйте активность. Пишите комментарии. И мы увидимся с вами в следующем серии. Обратный путь будет. Еще похлеще. Можно сказать. Такое же расстояние. И такая же еще ночевка. Но что уже будем что-то готовить. Будет разнообразие. То что у меня с собой есть. Кое-какие кулинарные штучки. Дрюшки. Вот так. Ладно. Кушаю. Буду стелиться. Но ничего. Вот если так всегда. То это трубодело. Меня греет. Степлить пока что. Это спальник. И то что я завтра. Завтра. Послезавтра. В 8 утра. Рейс завершить должен. Но это ладно. Что я сейчас разговорствую потом. В общем. То что. После этого рейса. У меня будут. Три или четыре выходных. Размеренных. С чувством. Столка. С расстановкой. А так мотаться. Оттуда. Туда. Только приехал. Там. Ночь поспал. Опять уехал. Да ну нет. 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 Я вот смотрю. То объявление. Помните. Где. Три. Не терпится. Голоден. Три. Недели. Типа. Катаешься. Потом. Три. Четыре. Дня. Типа. Дома. Да что ты успеешь сделать за три дня. После трех недель. Ты никаких дел не сделаешь. Это тебя как бы нет. Ты типа. Деньги. Ты там. Зарабатываешь. Да такие же деньги. Ни больше. Ни меньше. Чем тут. И. Ну и что. Зарабатываешь. Жизнь. Ты просрал свою. Ради этих денег. Зачем. Чтобы выплатить. Кредиты и долги. Только для того. Что. Ты всю жизнь свою спешил. Быть. С кем-то наравне. С кем-то. Тягаться. Соревноваться. Даже тут. Я. Можно сказать. Если бы не вы. Если бы не канал. И не контент. То. Может сказать. Ты тут тоже. Прозебаешь. Постолько времени. Ухайдохиваешь. Жрешь. В 0.17. Это только в ящик. Лампочку. Я сюда. Хочу поставить. Чтобы прям светило. Классно. Ладно. Слушай маргас. Пока. Я как шурик. Главное. Не укатиться. Но все равно. Худо. Бедно. Как-то улегся. И все равно. В спине чувствуется. Даже вот это вот. Без рыбьи. Такое. О. Благодать. Пропадим все пропадом. В манду. О. В. Благодать. Продолжение следует...